как построить вас ту карту привет вы на канале арт вас ту и сегодня мы с вами построим вас ту карту для начала нам нужно ввести наш адрес например на яндекс картах когда вы его ввели вы увидите там примерно вот такую картинку на которой ваш дом будет обозначен как-то обозначен карты довольно бледные поэтому я основные дома выделила поярче вот и у вас всегда когда вы только ввели адрес на картах всегда будет изображение сверху сверху вас всегда север внизу всегда юг это изображение по умолчанию никогда не поворачивается если только вы сами не начнете его крутить мы его не крутим вот мы открыли и сразу смотрим где у нас север где у нас юг это важно и относительно этих двух моментов вы увидите что ваш дом он стоит либо ровненько ведь его стеночки они либо горизонтально другие стеночки вертикально то есть он расположен по осям света одна стенка смотрит на север другая стенка смотрит на юг вот одна смотрит на восток и одна смотрит на запад и второй вариант если вы открыли карту а у вас дом расположен под уголом под каким-то уголом с разворотом и сейчас мы с вами разберемся как построить по померить посмотреть нам этот разворот нам понадобится транспортир и все как в школе то есть вам нужно понять насколько ваш разворот градусов я это делаю на глазок хотя в принципе можно прочертить линии давайте мы с вами прочертим я продлю линии чтобы можно было по ним легко ориентироваться вот это у меня будет . откуда я смотрю то есть либо вот этот угол я буду смотреть либо вот этот давайте вот с этого начнем я прикладываю держу транспортир горизонтально то есть вот здесь ориентируясь полутка это картинки горизонтально приложила и смотрю здесь у меня 0 градусов так сейчас зеркально приложила объясняю подробно потому что мы редко пользуемся и девочки особенно мы имеем тенденцию забывать что там в школе проходили самым когда этим не пользоваться ничего точку я нашла приложила сюда я линию продлила и я смотрю вот у меня от этой точки вот здесь здесь у меня 0 градусов и я смотрю сколько у меня отложилось чуть меньше 20 то есть это 18 18 градусов то есть если бы у меня было бы 22 и больше угол поворота вот так например мы бы уже принимали этот разворот как что он есть и строили бы ее как видишь видишь а это когда разворот сильный разворот дома и у него север будет не приходится не в стенку а 7 работ приходится в углу и вот эти градусы 21 22 они являются пограничными то есть считается что если до 21 22 градусов то вы можете условно ее строить как прямую если больше 22 градусов то вы строите ее как видишь с поворотом чтобы у нас получилось две карты разных я вам построила давайте мы предположим что у меня здесь не 18 градусов а 25 25 и соответственно это больше 21 22 и я вот эту вот буду строить как видишь хотя здесь сейчас 18 и по-хорошему ее надо строить так же как вот эти просто мне нужен сейчас разный вариант сделать две карты вам начертить чтобы вам было все понятно и так мы решили что вот здесь у нас 25 градусов 25 градусов угол наше пограничное от которого мы пляшем это 21 22 до 21 22 мы строим как будто этот поворот есть мы условно сейчас принимаем что здесь у нас 25 также на этой карте нам нужно понять разворот нашей квартиры относительно улицы относительно как вот она в пространстве у нас повернута то есть вот это у меня даже не квартира я думаю что это дом давайте вот эту тогда куда у меня вот эти окна выходят а куда вот эти вот например я думаю что давайте вот эти окна у меня будут выходить вот сюда вот сюда тут вот какое-то административное здание стоматологии я знаю например мне клиент сказал что у него окна вот эти три окна с балкона выходят на стоматологию а два других окна выходят на какую-то улицу которая вот здесь проходит я соответственно вот так вот развернула то есть вот моя карта с разворотом вот она и я вот таким же образом повернула под тем же углом вот а вот этот мы поставим ровно мы его поставим например мне клиент говорит что у него над этот большой зеленый газон там за ним к это улица у него туда выходит вот эти вот четыре окна и входная группа входная группа у него все выходит вот туда на север там какая-то улица название улице я нахожу эту улицу на карте смотрю все верно а вот сюда а у него выходят другие два окна с балкона и вот этот будет у нас строится прямо вот этот а вот этот мы построим под углом начнем с прямого значит вот мы план вот так у меня расположен мы определили с вами что вот эти вот количество окон и входная группа у нас на север вот это у нас смотрит на юг по карте посмотрели что наш дом расположен ровно к окей теперь давайте цветом теперь мы проводим через угловые точки нашего внутри стен нашего дома или квартиры мы проводим периметр как вам видно вот так теперь нам нужно это поделить на 9 одинаковых прямоугольников так давайте я буду строить на глазок вот если будет небольшая погрешность вы не расстраивайтесь мы строим откладываем ровно делим на одинаковые 3 я просто сейчас строю на глазок чтобы быстрее вам объяснить кривовато конечно вы делаете делите поровну поделили на 9 одинаковых кусочков и теперь возвращаемся к нашему плану смотрите еще раз проверяем мы с вами определили что у нас вот эти вот выходят на север где входная группа на север а это у нас выходит на юг и он расположен ровно мы это проверили посмотрели и так мы подписываем тогда что у нас вот этот сектор у нас получилось 9 сек товар каждый квадратик это сектор этот сектор у нас север этот сектор у нас юг этот себе у нас сектор костал Этот сектор запад. Ну и, соответственно, мы просто заполняем юго-восток, юго-запад, северо-запад. То есть мы просто подписали стороны света. Вот эти основные, эти уже сложились сами собой. И у нас остался один средний квадрат, прямоугольник. Это у нас Брахмастан. Сектор называется Брахмастан. Теперь по вот этому плану, вот он ваш план. Вы можете еще проверить, встать в середину своего дома, взять компас и проверить, действительно ли у вас вот сюда сельфа показывает, а сюда юг. На всякий случай. Вдруг вот здесь, на этом шаге, что вот здесь мы дом поворачивали, вдруг вы задумались и неправильно его повернули. Поэтому я всегда советую в конце дополнительно проверьте. Итак, все. Наша карта по дому готова. Это у нас прямой вариант, когда дом ориентирован по осям. Напишу. Ориентирован по осям. И разберем второй вариант. Мы решили, что у нас здесь 25 градусов. Соответственно, он с поворотом. Соответственно, это видиша. С поворотом это видиша. Я его вот так поворачиваю. Это получается вот наш... Как вот здесь у нас развернуто, так же мы и разворачиваем. Вот. Теперь я точно так же, как и на том плане, должна построить на нём... Ставлю в углах точки. И через эти точки я провожу... По внутренней стороне стены, не по внешней. По внутренней... Внутри помещения. Внутренней границы. Наша карта всегда будет иметь квадрат или прямоугольник. То есть буквой Г мы её и рисуем. Она всегда будет квадрат или прямоугольник. Вот я замкнула. Смотрите. Периметр я замкнула. То, что вот здесь вот так и должно быть. Это мы потом будем разбирать. Это не так просто. Не за пять минут это вам не объяснить. Значит, мы построили. Всё хорошо. Теперь мы опять делим поровну на девять частей. У меня опять будет кривенько, но вы рисуете ровненько. Делите. Так, делим. Поделили. Вот. У нас получились те же самые девять секторов. Раз, два, три, шесть, девять. Смотрите. Значит, вот наш поворот. Я ещё раз проверяю, куда у меня выходят окна. Окна у меня выходят вот сюда. Какой у меня угол ближайший к северу? Смотрите. Вот у меня север. Вот у меня юг. Какой у меня угол ближайший? Вот сюда. Вот какой мне приходится? Куда окна выходят? Эти окна у нас выходят на эту стоматологию. Мы с вами решили. Вот эти окна выходят на стоматологию. Соответственно, я вот так вот в рядышком кладу, чтобы мне не запутаться. И понимаю, что вот этот мой угол, вот он. И вот этот вот мой угол будет север. Север. Соответственно, от него я уже рисую всё остальное. Соответственно, это будет юг. То есть вот этот у меня будет юг. Квартира где-то расположена внутри этого дома. Но всё равно поворот у неё мы определяем по окнам. Мы определим, что север вот, юг вот. Их нарисовали. И теперь заполняем все остальные. Соответственно, средний здесь должен быть восток. И средний здесь должен быть запад. А эти заполняются уже автоматически. Юго-восток, северо-запад, юго-запад. Вот. Север-юг, запад-восток и средний мы заполним. И средний, самый средний сектор у нас Брахмастан. Таким образом, друзья, мы с вами очень быстро и легко построили две востокарты. И этот дом мы сейчас тоже разворот подпишем. Здесь я пишу ориентируем по осям. Здесь я пишу с поворотом. То есть видиша. Итак, друзья, имея вот такую вот схемку, вы можете спокойно уже смотреть другие мои видеоролики и ориентироваться, что я вам рассказываю и куда что вы можете использовать. Мы более подробно об этом еще поговорим в следующем ролике. А я надеюсь, что мое видео было вам полезно. С вами был канал ArtVastu. И до новых встреч!